Вот у нас это такая точка сохранения 90-е годы, мы вот эту точку поставили, теперь у нас мы возвращаемся, будем возвращаться уже сюда, нам не нужно будет возвращаться в 18-й век, 19-й век, у нас вот здесь теперь есть эта точка, и она буквально вот сейчас она была. Томсо, давай честно, это всего лишь твои мечты по объединению Северного Кавказа, ты же знаешь, что некоторые республики не пойдут против России. Ник Фейс, отчасти ты, конечно, прав по поводу мечты, да, мечт, да, это, безусловно, то, о чем я мечтаю, и так и должно быть, мы должны перед собой ставить такие серьезные какие-то задачи, то есть мечтать мы тоже должны о серьезных вещах, а не просто там о каких-то благах этого мира. То есть отчасти я с тобой прав, это мои мечты, но являются ли эти мечты какими-то несбыточными? Если вот так ты спросишь, нет, они не являются, это вполне реальные, вполне сбыточные мечты. Как бы вам вот не казалось сегодня, что вот есть страна, вот она мощная, ничего быть не может, ну все, там монолит, но история показывает, что все вот эти вот страны, империи, эти монолиты, это все вот так по щелчку пальца, Как карточный домик, они разваливались. Мы видим, что бывают режимы, демонстрирующие какую-то непоколебимость, какую-то мощную силу, и мы видим, как один человек или там небольшая группа лиц может вмиг просто одним каким-то действием эту иллюзию разрушить. Мы сегодня видим это, допустим, с кадыровским режимом в Турции. Это было вот несколько месяцев назад, когда всякие представители этого пути Ахмата выходили в эфир и говорили, в любом месте покажите, мы там любая нейтральная территория, мы приедем, У вас там, вы нас боитесь, мы там, вы даже, если сказать, что я приеду, вы там, значит, свои штаны мочите, говорил Кадыров. Это было вот вчера. Вот настолько они были уверены в своем могуществе. Они создавали эту иллюзию. Небольшая группа молодых чеченцев, небольшая, их буквально несколько человек. Эти люди в Турции просто одним-двумя какими-то актами всю эту иллюзию разрушили. Сегодня их зовут в Турцию. Приезжайте, говорят. Вы же вроде говорили о нейтральной территории, что вы приедете в любое место, в любое время. И они не едут. Все теперь. И разговоры такие не ведут. Уже не говорят, скажите место, назначьте, мы приедем. Уже все, нет этого. Все, теперь только приезжайте к нам, вот здесь, в Чечне. Зачем мы должны куда-то ехать? Все поменялось, понимаете? Вот точно так же любая вот эта иллюзия какого-то невозможности, что вот Россия слишком там мощно на Северной Кавказе, она взяла под контроль. Что там вот люди, все, они не пойдут. Там какие-то уже давно обрусели. О, нам говорят осетины, они там вот форпост российский и так далее. Это все лишь иллюзия, которую они создают, которая им выгодна. Когда ты общаешься с осетинами, с грузинами, с черкесами, карачаицами, с любыми народностями Северного или вообще в целом Кавказа, то ты видишь, что там люди понимают, кто является врагом. Люди прекрасно понимают, что у нас общая история. Мы вот в разрезе истории сто лет, это вчера, буквально вот вчера, сто лет назад мы вместе, осетины, чеченцы, дагестанские народы, кумыки, аварцы, ингуши, мы все вместе стремились к отделению и объединению. То есть мы потом после этого произошли там влевленные события, нас оккупировали и нам создали вот эту иллюзию, да, там заложили какие-то мины замедленного действия, конфликты у нас заложили. И сейчас нам кажется, что мы беремся за голову и думаем, вот здесь земельный вопрос, вот здесь эти вообще они, значит, не мусульмане, вот эти обрусели, вот здесь они вообще какие-то базы понаставили. Да нет, все, мы беремся за голову, но все это может просто в один миг маленькая группа людей изменить или маленькие группы людей. Один человек может стать причиной, Аллах может сделать, создать причину из того, что мы даже не предполагаем, из какого-то катаклизма. Просто может ветер какой-то мощный обрушиться на какую-то там, на Кремль, я не знаю. Понимаете, вот это вот какая-то причина, которую нам даст нам, да, мы будем стремиться к этому, да, мы, либо мы сами создадим какую-то причину, либо Аллах даст нам своей милостью эту причину. Эта причина послужит изменением вот этой ситуации и вся иллюзия этой монолитности, нерушимости, она вмиг просто исчезнет. Так рушились Советская империя, Российская империя, Вавилон, Египетская, Римская, Византийская, все они вот так вот рушились. Та же Османская. Так что ни в коем случае нельзя унывать, впадать какое-то отчаяние. Да, сегодня мы, конечно, не в лучшем положении, мягко говоря, но сколько было в нашей жизни подобных, в истории у нас было подобных ситуаций. Когда нас ранним утром 23 февраля 44 года сажали в товарные вагоны, отправляли в сибирские и казахские степи. Я думаю, на тот момент наши отцы, наши матеря, для них это был такой самый страшный день. Никогда ничего более страшного они не видели ни до, ни после. У нас в народе этот день называли День Великого Суда, Великого Стояния. Так вот сравнивали, настолько это для нас был тяжелый день. Дальнейшие 13 лет, проведенные в казахских степях, были просто катастрофичными для нас. Мы потеряли огромное количество, 30% нашего народа. Но мы после этого восстановились, мы вернулись. И в 90-м году мы такой сделали выстрел, который заложил прецедент в нашу историю. Мы создали собственную государственность. Уже, к сожалению, не общий кавказскую, да, у нас здесь не получилось, нас не поддержали. Мы впервые, наверное, в истории мы создали собственную такую чеченскую государственность. Это прецедент. Это очень мощный прецедент, который теперь дает нам некую вот эту точку сохранения. Как в игре, когда вы играете, у вас есть точки сохранения, которые мы потом обратно возвращаетесь. Дальше, если вас убьют, вы возвращаетесь в эту точку сохранения. Вот у нас это такая точка сохранения. В 90-е годы мы вот эту точку поставили. Теперь мы возвращаемся, будем возвращаться уже сюда. Нам не нужно будет возвращаться в 18-й век, 19-й век. У нас вот здесь теперь есть эта точка, и она буквально вот сейчас она была. Поэтому это очень серьезный такой прецедент. В общем, отчаиваться нельзя, я лично не отчаиваюсь. Делайте дуа Аллаху, когда вы просите Аллаха о том, чтобы он прощал вам ваши грехи, о том, чтобы даровал вам какой-то успех. Не забывайте и глобальные цели. Просите Аллаха, чтобы он даровал нам этот глобальный успех. Чтобы мы освободили свое государство, чтобы мы вернули власть, чтобы Аллах дал нам успех в его построении. Просите за уму в целом всех мусульман. Не забывайте об этом. Ты говоришь, Северный Кавказ объединишь, но Дагестан не захочет. Игрушатия также будет против. Они не простят за земли, которые отошли из Чечни. Не мечтай. Я и не говорю, чтобы мы в какое-то единое унитарное государство объединялись. Друзья, мы научены этим последним опытом, как раз таки понимаем прекрасно, что ничего, насильный мил не будешь, никому ничего навязывать мы не хотим. Поэтому сейчас мы говорим только о свободе для своего государства. Другие страны, государства, народы Северного Кавказа, они сами должны к этому прийти, захотеть этого. Если они этого хотят, то мы чем можем, должны им помочь. Они отделяются. И дальше, если они хотят быть с нами одним государством, милости просим, никаких проблем. Если же они хотят быть отдельным, но чтобы мы при этом были в едином союзе, вообще никаких проблем. Давайте сделаем так. Это, наверное, будет более для нас сегодня приемлемо. Но мы должны с вами понимать, что наше будущее и наше настоящее, да и прошлое, оно у нас общее. И мы обречены жить рядом друг с другом. Мы должны освободиться. Мы должны вот эти все вопросы, там, земельные, прочие какие-то у нас есть, там, конфликты. Эти все вопросы мы должны решить. Создать комиссии, куда войдут со всех сторон, там, авторитетные люди. И путем переговоров порешать эти вопросы. Если они уж в конце до концов так важны, они никак не решаются, да просто мораторий наложить на это все. Мы вообще об этом не говорим, так как между нами нет никаких границ. Мы все в единой границе. Мы не намерены с вами расходиться. Мы всегда будем вместе, будем братьями. Давайте просто забудем об этих проблемах. И все. Когда вопрос станет вот так, и на одной чаше весов будет висеть, будет лежать вот этот вопрос Единого Кавказа, как Союза независимых государств или в другом виде. Давайте будем говорить о Союзе Кавказских государств независимых. Вот будет лежать на этой чаше весов вот этот вопрос, и на второй чаше весов лежать будет вопрос каких-то земельных территориальных конфликтов наших внутренних. И будет зависеть, либо мы выбираем вот это и закрываем глаза на какие-то территориальные претензии. Прощаем. Хоть мы и считаем, что мы вот сами здесь поступили несправедливо, мы правы, но ради вот этого мы это прощаем. Либо мы ради этого, чтобы вот с этой землей, куском земли вопрос решить, мы вот это вот обрекаем. Все, нам не нужен, не нужен нам этот Союз. Вот когда вот так вопрос станет, я думаю, что здравомыслящие, а большинство будет здравомыслящих людей, я думаю, они поймут, что вот этот вопрос земельный не стоит того, чтобы мы ставили под вопрос наше единство, наше Союз. Мы сделаем выбор в пользу этого. Так же, как сделали вот эти европейские страны. Вы знаете, сколько здесь было этих территориальных претензий? Но они вот так положили это на чашу весов и сделали выбор в пользу Единого Союза. Мы сделаем, иншалла, то же самое. Субтитры создавал DimaTorzok